Вранье-вранье рознь Каждому из нас когда-то приходится соврать, потому что неудобно сказать, что я не хочу с тобой встречаться А не хочу, правда, и поэтому ты говоришь, что нет, не могу, занят Это функциональное вранье, которое снижает социальное напряжение и обеспечивает смазку коммуникативных контактов И, конечно, оно скорее не причина сама по себе проблем, оно скорее симптом, показатель Ну, грубо говоря, если вы в идеале, да, допустим, представить себе, что отношения, допустим, рабочие в команде настолько хорошие, откровенные, безопасные Что если в какой-то момент вы утром просыпаетесь и понимаете, что у вас что-то, ну, прям вот совсем сегодня душа не лежит работать И как-то вот, ну, что-то как-то вот не по себе, и вы устали И вы объективно не больны, и вы можете пойти, да, но вот что-то очень не хочется Представляете, есть такие идеальные отношения, что вы можете позвонить своему начальнику и сказать, знаешь, вот, ну, что-то у меня сегодня такое состояние Он скажет, а, ну ладно, у нас сегодня никакого врала нет, ничего страшного нет, ну, там, отдохни, развейся, да И тогда там вы отдохнете, развейтесь, занимаетесь своими делами, переключитесь и на следующий день будете работать лучше Это такие, ну, идеальные отношения И когда у вас такого нет, и вы для того, чтобы остаться дома, должны позвонить и сказать, знаешь, у меня температура Это не про то, что из-за вашего вранья проблемы, а про то, что ваша необходимость врать в этой ситуации Это просто симптом, показатель того, что у вас нет достаточно доверительных и безопасных отношений Ну и, наверное, в этой ситуации лучше соврать, чем в ситуации, когда нет безопасных и доверительных отношений Сказать, знаешь, я сегодня не приду на работу, просто потому что не хочу Все в этой ситуации будут не знать дальше, что делать, да, и вы начальник Ну, то есть это как-то способ всем выйти из неловкой ситуации Когда вранье, ну, создает проблему, это когда оно происходит за счет кого-то, когда оно фактически является частью насилия Да, ну, когда там, я не знаю, муж говорит жене, я тебя люблю очень сильно, и поэтому ты не будешь общаться со своими подружками И будешь носить то, что я велел, и будешь жить так, как я сказал И своих денег у тебя не будет, это все потому, что я тебя очень сильно люблю Ну, тут не во вранье проблема, да, а в насилии И обычно, вот, именно в этот момент и начинаются плохие вещи и в семье, и в обществе, когда вранье становится частью насилия Ну, не случайно даже заповедь формулируется не как не ври, а как не лжесвидетельствуй Потому что, ну, само по себе вранье, ну, какая разница, там, я вижу, что, не знаю, сейчас нет дождя, скажу, что дождь От этого ничего не изменится, по большому счету Изменится когда? Когда это будет иметь последствия Когда я это скажу, а вы промокнете и простынете, да, то есть, когда я свидетельствую То есть, в значимой ситуации, в ситуации, которая определяет судьбу человека Вот это, ну, уже тогда создает проблемы Если это постоянно, базово на уровне отношений, естественно, это будет искажать отношения И, ну, иметь последствия нехорошие